Контролировать Жилстройсбербанк даже после приватизации продолжит государство. Финального инвестора правительство планирует определить уже к середине года. Причем продано будет 49% акций. Банк является одним из ключевых исполнителей Нурлужер. И все условия в рамках госпрограммы сохранятся. Это выплаты по премиям и льготным ставкам. Впрочем, такой план приватизации некоторые депутаты Можелиса встретили настороженно, считая, что госорганы увиливают от прямых ответов по этому вопросу. Сейчас они объясняют, что стратегические партнеры приведут. Что мы выиграем, если этот партнер придет, стратегический управляющий, он же будет свои диктовать за те вклады, которые он вложил в этот банк. У него свои правила будут. Какие у него правила будут? Что мы ему разрешаем? Что мы теряем, что находим? Никто конкретно ничего не говорит. Какие правила? Какие результаты? Ну, можете вы сказать, в конце концов? Вы же все обтекаемо говорите. На это заявление депутата возразил Тимур Сулейменов. Министр нации экономики попытался объяснить народному избраннику, что все льготные условия банка будут сохранены. Участие в Нурлужер и, возможно, в программе льготного ипотечного кредитования также сохранят и пропишут в меморандуме. Другой депутат в целом поддержал приватизацию, но призвал разобраться в ее эффективности. Также Азат Перуашев предложил ввести мораторий на создание субъектов квази-госсектора. Вопрос другой, насколько это делается эффективно. Вот, смотрите, за 2017 год получается приватизировано, продано 190 объектов на сумму 108 миллиардов тенге. Но за этот же год комитетам антимонопольным предоставлено согласие на создание 134 новых субъектов квази-госсектора. Причем не пишет, на какую сумму. Мы продали 190 и 134 новых создаем. Что это за такая притязация интересная? О поиске международного инвестора холдинга «Батерек» говорится с октября прошлого года. Депозитная база Жилстройсбербанка, по некоторым данным, составляет более 520 миллиардов тенге. Продолжение следует...